Сегодня в Чебоксарах после капитального ремонта открылся центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Старое здание 1963 года постройки изменилось кардинально. Это не просто режимный объект, а место, где дети будут учиться жить, не нарушая закон. В этом им будут помогать воспитатели из личного состава МВД и специалисты, психологи, наркологи, врачи. Уроки тоже никто не отменял. Просторные классы оборудованы всем, что необходимо для учебного процесса. И педагоги готовы к работе. Наша задача, чтобы эти подростки, самое главное, стали на путь исправления, реабилитации их. По каждому правонарушению, не говоря уж о преступлении, надо выяснять причины. Какой социальной среде этот ребенок и почему он совершил данное правонарушение. Вот и для этого эти центры сосуществуют, чтобы не просто поместить этого подростка, или, ну, подростка несовершеннолетнего, а того, чтобы понять причины. И в последующем воздействовать на него через другие социальные сферы. Режим дня расписан практически по минутам. Главная задача – показать ребятам, которые сюда попали, насколько интересно и насыщенно можно проводить время в рамках закона. Для этого созданы все условия – спортивные и актовые залы, библиотека, комната для творчества, кабинет психологической разгрузки. Есть и поле для мини-футбола, прогулочная веранда, спортивная площадка. В центре могут одновременно находиться до 27 несовершеннолетних. Уже сегодня заселились первые воспитанники. Воспитатели и специалисты проводят работу и показывают ребёнку, что есть другая жизнь. Есть спортивная жизнь, да, есть, вот мы с вами говорим, компьютер и так далее. Наша работа – вытащить ребёнка из криминальной среды и показать, что есть хорошая, правильная жизнь. За последние пять лет идёт снижение подростковой преступности среди несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности. С каждым годом снижается количество преступлений, совершённых ими, и количество лиц. Основной, конечно, блок, основное количество несовершеннолетних, совершивших это впервые. Правоохранители и педагоги искренне надеются – положительную динамику можно усилить. Именно поэтому работе центра для несовершеннолетних нарушителей уделяется такое пристальное внимание. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.